Дальше у нас, вот видите, глухой лес. Глухой, потому что дальше идет бурелом, и мы стараемся далеко не ходить. Нежданная гостья наведывается из леса к владельцам участков коллективного сада под Белимбаем. С мая здесь часто появляется леса. На территорию сада она пролазит под воротами и через дыры в заборе. Животное свободно гуляет по саду, а дачники не знают, что и делать. Когда едем в другой раз, она выйдет на дорогу и не выходит. Ну, не уходит, никак ее согнать нельзя. Ждем, когда уйдет. Потому что может же укусить. Местные мальчишки с упоением рассказывают про лису. Говорят, что видели ее пару раз на дороге. Она вот такая. Не помню, каким цветом, но она большая и ходит. Хотя здесь это не единственная лиса. Ребята верят, что от рыжей плутовки их может защитить Алиса. Полулисица – полусобака, которая охраняет сад. Сторож рассказывает, что, возможно, из леса животное выманивает запах выгребных ям на участках. Последнее время она ведет себя по-хозяйски и даже собак не боится. Она вот на крайних, она была в середине, вот здесь у нас вот здесь была. Там вот в том конце тоже она была. Мы как раз с большой собакой, с Найком шли гуляли. И она сидит у нашего председателя на крылечке. Но Найк на нее не лаял, но так, рвался туда к ней, но не лаял. Так шуганули, она пришла к соседу, зашла в гараж. И мы дальше пошли. В коллективном саду есть охотники. Многие держат ружья на готове, но никак не могут поймать животное. Специалисты говорят, что такое поведение – повод насторожиться. Обычно животное пытается скрыться, заметив человека. Неадекватно начинают вести себя особи, у которых проявляются первые признаки бешенства. Как правило, болезнь развивается дальше. И уже последующие симптомы видны более отчетливо. Явные последующие признаки, когда болезнь развивается, это склокоченная шельсть, вода, боязнь, обильное истечение слюны из пасти животного. Вот эти признаки. Но это уже завершающая стадия заболевания. Животное, как правило, гибнет. В охотничьих хозяйствах Первоуральска сейчас внимательно следят за поголовьем лист. Для профилактики бешенства животных вакцинируют с помощью съедобной приманки – шоколадной плитки с особыми веществами. Тем не менее, в Белоярском районе впервые за 40 лет от бешенства умер человек. Специалисты Росподребнадзора говорят, что уже в этом году известно три случая появления бешенства среди лист в Шалинском районе. В городском округе Первоуральск лабораторное бешенство у животных не подтверждалось, а в Шалинском районе у нас только за этот промежуток времени, истекший период 2013 года, уже три случая. Носители бешенства – мыши, крысы, белки и прочие мелкие грузуны. На них охотятся плотоядные животные, которые получают вирус. Чаще всего это лисы и натовидные собаки. Лучше всего при их появлении на садовых участках сообщать в ветслужбу. Специалисты проанализируют ситуацию. Если действительно животное опасно, то вместе со спасателями они организуют выезд. Если вас покусало животное, то необходимо обратиться в травмпункт – специалисту-рабиологу. Там проводится первичная хирургическая обработка рана. И после обработки ран ставится с лечебной целью вакцина. Или если раны очень опасные, то есть в голову, в кисти рук. Или если обширные покусы, то есть множественные обширные покусы, повреждения, слинения, то тогда еще вводится специальный антиарабический иммуноглобулин. Прививки ставить обязательно. Вирус бешенства у человека приводит к летальному исходу. Несмотря на это, многие рискуют и все же отказываются от вакцины. Александра Подубная, Влад Черноусов, Интера ТВ.